Всем привет, с вами Анатолий и мы пройдем игру Warcraft 3, Reign of House. Я хочу сразу показать, какие настройки нужно сделать изображение, чтобы ваша игра, Warcraft, была на весь экран. Вот, расширение, именно нужно поставить вот такое вот. Думаю, все видно. И будет все нормально. Игра будет играть на весь экран. Так, дальше. Один игрок. Так, тут нужно выбрать учетную запись. Я уже выбрал. Так, в игре я буду использовать два чит-кода. Код на бессмертие и код на быстрое построение. Потому что я хочу вам показать именно сюжет игры. Итак, первое у нас будет... Это обучение. Вступление. Пророчество. Смотрим видео. Мы никогда не верили в пророчество. И проводили жизнь в боях с врагами. Которых указали нам отцы и деды. КОНЕЦ ПОЛИЦИИ И... КОНЕЦИИ И... КОНЕЦИИ И... Пока не настал этот день, небеса озарились огнем. И новый враг пришел в наш мир, чтобы навсегда уничтожить его. Итак, мы посмотрели первое видео, далее смотрим второе видео, ролик Сонтрала. Время ускоряет свой бег, сын Дуратонов. Вновь вспоминается былая вражда, и ветер доносит до нас эхо войны. Сонтрала. Сонтрала. Герои бросают вызов судьбе и ведут свои войска в битву. И в то время, как армии смертных мчатся навстречу своей гибели, милающая тень готовится поглотить этот мир. Теперь ты должен объединить свой народ и исполнить предначертанность. Следуй за мной. Итак, а теперь давайте поиграем. Глава первая. В погоне за видением. Однажды Трал, молодой вождь орков, увидел тревожный сон. Так это был сон. Это не сон, юный вождь. Это было видение. Следуй за мной, и ты узнаешь, какая судьба уготована тебе. Не знаю, что все это значит, но я иду. Сначала выберите вашего героя. Для этого щелкните левой кнопкой мыши на фигурке Тралла на основном экране игры. Займемся этим. Отлично. Похоже, вам не терпится отправиться в путь. Но сначала вы должны научиться отдавать приказы. Прикажите Траллу пройти по дороге к ближайшему флажку. Для этого щелкните сначала на кнопке «Двигаться» в правом нижнем углу экрана, а затем на флажке. Добу! Замечательно. Тем не менее, лагерь орков еще далеко. Прикажите Траллу идти на север, к следующему флажку. Для того, чтобы переместиться туда, подведите курсор к верхнему краю экрана. Да! Отлично. Мы почти на месте. Но на пути к следующему флажку есть черная область. Это означает, что местность еще не разведана. Добу! Обратите внимание, черная область уменьшается по мере продвижения Тралла. Выберите Тралла и прикажите ему идти к флажку в центре лагеря. Да. Локтар, воины! Вождь! Ждем твоих приказаний! Чтобы Тралл и его воины двигались одной группой, вам нужно выбрать их всех. Щелкните на земле рядом с одним из ваших воинов и, удерживая нажатой левую кнопку мыши, переместите курсор так, чтобы все воины были заключены в рамку. Я вождь! Теперь, когда вы выбрали свой отряд, прикажите ему идти к следующему флажку. Хм! Тревога! Впереди гнол! Чтобы приказать своим воинам вступить в бой, выберите их и щелкните сначала на кнопки «Атаковать», а затем на «Гнолля». Лок на рожь! Это был всего лишь разведчик. Похоже, впереди их лагерь. Прикажите вашим воинам напасть на вражеский лагерь. Для этого выберите их и щелкните сначала на кнопки «Атаковать», а затем на земле в центре лагеря. За честь! Я вождь! Я вождь! Накапливая опыт, герои становятся все более и более могущественными. Кроме того, герой получает одно очко опыта, которое можно потратить на приобретение новой или улучшение уже имеющейся способности. Выберите тралла и щелкните на кнопки «Способности» в правом нижнем углу экрана. Откроется панель способностей, которые может приобрести ваш герой. Пока траллу доступна только одна способность — это «Цепь молний» — эффективное боевое заклинание. Чтобы потратить очко опыта на изучение этого заклинания, щелкните на кнопки «Цепь молний» в правом нижнем углу экрана. Духи не знают усталости! Да! За честь! Дабу! Да, вождь! Мы видели в реке банду морлоков! Морлоки — превосходные мишени для вашего нового заклинания. Чтобы тралл применил его, щелкните сначала на кнопки «Цепь молний», а затем на одном из морлоков. Долгтар угар! За честь! Дабу! 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 Что ваша находка теперь занимает одну из ячеек, расположенных слева от панели приказов. С помощью этого зелья можно пополнить запас маны — магической энергии вашего героя. Мана расходуется на применение заклинаний, например, «Цепи молний». Прикажите воинам тралла пройти вверх по реке, следуя флажкам. Да! За честь! Волчий вой — знак наступления ночи. Ночью ваши воины видят хуже, чем днем. Поэтому вы должны следить за сменой времени суток. Наступает ночь. Будьте начеку. Дабу! Дабу! За честь! Да! Локтаругар! Дабу! Дабу! Духи не знают усталости! Эм... Да! Да! Дабу! Локтаругар! Хорошо, что он спит. Иначе нам пришлось бы тубы. Да! Дабу! За честь! Эм... Дабу! За честь! Эм... Дабу! За честь! Дабу! Дабу! Приветствую тебя, сын Дуратона. Я знал, что ты сумеешь отыскать путь. Я видел тебя во сне. Кто ты? Откуда ты меня знаешь? Я знаю многое, юный вождь. И о тебе, и о твоем народе. Кто я? Сейчас не важно. Важно то, что ты соберешь своих воинов, и вы покинете эти земли. Покинем? О чем это ты, человек? Человек? Во мне давно не осталось ничего человеческого. Я изменился. Я стал другим. Знай, я видел будущее. Видел огромную тень, надвигающуюся на наш мир и жаждущую поглотить его. Ты ведь тоже чувствуешь ее приближение. Демоны. Они возвращаются? Да. И лишь за морем, на далеких берегах Калимдора, у тебя будет шанс устоять против них. Но разве мы... Я отвечу на все твои вопросы, юный вождь. Когда придет время, а сейчас собирай своих воинов. Мы еще встретимся. Бред безумца. Но духи говорят, что я должен верить ему. Глава вторая. Отплытие. Три дня спустя на побережье Лорда Рона. Прошло три дня, а этот пророк так и не объявился. Надеюсь, я не зря доверился ему. Вождь, кланы выступили в путь по твоему зову. Но им нужно время, чтобы добраться сюда. Нужно разбить лагерь. Когда прибудут мои воины, у них должна быть еда в достатке и крыша над головой. Да, вождь. Воин, известно ли что-нибудь о громе Задире? Клан боевых топоров уже давно должен был появиться здесь. Нет, вождь. От Задиры давно не было вестей. Проклятие. Куда же он подевался? Мигающая кнопка в верхней части экрана показывает, что в походный дневник была добавлена новая запись. Щелкнув на этой кнопке, вы сможете прочесть описание вашего задания. Основное задание. Постройте логово, постройте лесопилку, постройте казармы, наймите пять бугаев. Чтобы построить лагерь и пополнить ряды своей армии, вам понадобятся два вида ресурсов – золото и древесина. Сейчас вам нужно научиться добывать золото. Выберите какого-нибудь раба. Чего хочешь? Рабы могут добывать золото на рудниках. Один золотой рудник как раз находится неподалеку. Выбрав раба, щелкните правой кнопкой мыши на золотом руднике. Получив приказ добывать золото, раб начнет курсировать между золотым рудником и ближайшим домом вождей. Вот еще несколько рабов. Чтобы ускорить добычу золота, отправьте их на тот же рудник. Че надо, хозяин? Запас вашего золота отображается в правой верхней части экрана. Этот запас растет по мере того, как рабы перетаскивают добытое золото в дом вождей. Обеспечив себе стабильный доход, вы можете приступать к строительству лагеря. Для этого вам понадобится еще несколько рабов. Выберите дом вождей. В правом нижнем углу экрана появилась кнопка «Раб». Щелкните на этой кнопке. Покупка занимает некоторое время. Выбрав «Дом вождей», в середине нижней части экрана вы увидите индикатор, показывающий, сколько времени осталось до появления раба. Готов скралывать! Вы только что указали сборный пункт, в который будут следовать все воины, нанятые в этом здании. Чтобы указать сборный пункт, выберите здание, в котором можно нанимать войска, и щелкните правой кнопкой мыши в нужном месте карты. Че надо, хозяин? Племя растет, и вам нужно построить еще одно логово орков. Логово обеспечит вашу армию едой, благодаря чему вы сможете нанять большее количество бойцов. Выберите одного из рабов. Щелкните на кнопки «Построить» в правом нижнем углу экрана. Обратите внимание, на панели приказов появились новые кнопки. Они соответствуют различным типам зданий, которые вы можете построить в данный момент. Чтобы построить логово орков, щелкните на соответствующей кнопке. Теперь укажите курсором на то место, где вы хотите возвести эту постройку. Определившись с выбором места, щелкните левой кнопкой мыши, чтобы начать строительство. У вас почти не осталось древесины. Без этого ресурса вы не сможете продолжить строительство лагеря. Чтобы раб пошел рубить лес, выберите его и щелкните правой кнопкой мыши на ближайшем дереве. Чего хочешь? Получив приказ добывать древесину, раб начнет курсировать между лесом и ближайшим домом вождей. Готов скалывать. Чего надо, хозяин? Лесопилка может значительно повысить эффективность работы лесорубов. Пусть один из ваших рабов построит ее рядом с лесом. Чего хочешь? Дело сделано. С удовольствием. Да? Готов скалывать. Хорошо. Чего хочешь. Чего хочешь? Угу. Готов скалывать. Сделаю. Дело сделано! Дело сделано! Да-да! Лесопилка также позволяет проводить различные усовершенствования. Выберите ее. В правом нижнем углу экрана появились кнопки доступных усовершенствований. Указав курсором на любую из них, вы получите подробное описание. Щелкнув на кнопки, вы начнете исследование. Поздравляю! Теперь у вас достаточно золота и древесины для постройки казарм. В казармах можно нанимать новых воинов. Выберите раба и щелкните сначала на кнопки «Построить», а затем на кнопки «Казармы». Исследование завершено! Исследование завершено! Да! Займемся этим! Дело сделано! Теперь, когда казарма построена, вы можете нанять нескольких бугаев для пополнения своей армии. Выберите казармы. Щелкните на кнопки «Бугай» в правом нижнем углу экрана. Продолжайте нанимать бугаев, пока задание игры не будет выполнено. Моя жизнь принадлежит Орде. 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 Орде. Моя жизнь принадлежит Орде. Взберите Орде. Луктару Гар. Вперед, воины! Прогоним людей! На наш город напали! Я бождь! Да! Угу! Да-да! Духи не знают усталости! На наш город напали! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Жалкие людишки уничтожены! Гром должен быть на другом берегу реки. Переведите отряд Трала через мост и начните поиски. Локтар Угарб! Займёмся этим! Одно из наших зданий было повреждено в бою. Чтобы отремонтировать его, выберите раба и щёлкните сначала на кнопке «Ремонтировать», а затем на повреждённом здании. Хозяин! Локтар Угарб! Дабу! Да! За честь! Да! За честь! Хм! Дабу! Да! За честь! Никто не уйдёт! Хм! Дабу! Да! Дабу! За честь! Да! За честь! Моя жизнь принадлежит Орде! Я вождь! Я вождь! Дабу! За честь! Хм! Дабу! Да! В бой! Хм! Во славу Орды! Локтар Угарб! Мудрые слова! Если в одном отряде есть несколько магов, может возникнуть необходимость быстро переключаться между ними, чтобы использовать заклинания каждого. И для этого вовсе не обязательно выбирать каждого из них по отдельности. Обратите внимание, выбранным воинам соответствуют маленькие портреты в середине нижней части экрана. Один из портретов выделен жёлтой рамкой. Переключаться между панелями приказов выбранных воинов можно с помощью клавиши TAB или щёлкая левой кнопкой мыши на соответствующих портретах. Зачисть! Хм! Дабу! Зачисть! 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 Замужьте! Пробеж甜 button! Мендж есть марших нарды и служить Орде! Армия так разрослась, что на ее содержание будет расходоваться часть ваших ресурсов. Дабу! Локтар Угар! Займемся этим! Духи не знают усталости! Да, мудрые слова. Понял. Локтар Угар! Да. Вождь, мы нашли Грома, но место, где его держат, окружено стражевыми башнями. Так уничтожьте их! Нужно освободить за Диру! Прикаживай! Я бошенник! Никто не уйдет! Да! Духи не знают усталости! Я бошенник! Локнрож! Да! Займемся этим! Духи не знают усталости! Духи не знают усталости! Дабу! Да Кром, ты в порядке? В полном, братишка Пострадала только моя гордость Забудем об этом Мы покидаем земли людей навсегда Ну, наконец-то Идем, у меня есть идея Мы могли бы одолжить у людей их корабли Хорошая идея Но нужно еще дождаться остальных Орда в сборе, вождь Мы ждем твоих приказаний В путь, юный Трал Плыви на запад К берегам Калимдора Там ты найдешь свою судьбу Там обретет спасение твой народ Итак, мы прошли Пролог Исход Орды В следующей части видео Мы будем проходить Компания Альянса Падение Лардерона Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok